Чем хороши подобного типа беспроводные наушники? У них низкая цена, большая автономность, длительное время работы и отличные микрофоны без лишних дорогих технологий. Работает микро у них хорошо, исключительно по причине близкого нахождения к источнику звука. А когда фирмы, которые не избалованы чужим вниманием, делают хорошие продукты, это вдвойне хорошо. Поэтому два представителя китайского лоукоста в разном форм-факторе сегодня у меня на обзоре. И те, и другие мне понравились. И конечно звук вкладышей и затычек сравнивать я сегодня не буду. Как минимум это глупо, а максимум бесполезно. Realme и Motorola, которую купила Lenovo. Разумеется, тест микрофона и задержки будет как всегда. Tube663, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании условия дополнительных розыгрышей, там всегда море девайсов. В этом месяце их будет 20 штук. Розыгрыш 30 числа каждого месяца на стриме, стримы сохраняю. Подробная информация в описании к видео. Подписывайтесь с колоколом, пишите что еще купить на обзор, добавляйтесь в телеграм-канал со скидками и промокодами на алиэкспресс по ссылке в прикрепленном комментарии. А сейчас основное про два девайса. Беспроводные наушники Realme Buds Wireless и Motorola VRV105. Упаковка для начала Realme. Красиво, недешево, но слегка бессмысленно. Ведь это лоукост. Но за красоту спасибо. Все на китайском. В комплекте две пары дополнительных амбушюр. Красивые, но плохие. Инструкция полностью на китайском и короткий кабель для зарядки. И да, здесь позорное микро юсби. Кстати, есть еще и глобальная версия. Там все будет на английском языке. У Motorola упаковка слишком дешевая. Но учитывая стоимость, претензий к ней никаких. Такой вот вариант для кассы супермаркета. Внутри наушники, довольно длинные по сравнению с Realme кабель для зарядки микро юсби, силиконовой накладки и стопка документации. Все выглядит прилично, конечно, кроме подложки. Минус, нет запасных фиксаторов к наушникам, которые рано или поздно умрут. И это нехорошо. По самим наушникам, форм-фактор у Realme, затычки на шнурке. У Motorola вкладыши на шнурке. Не нужно объяснять, что затычки по звучанию практически всегда на голову выше вкладышей. По пластику у Realme он качественный. У Motorola практически самый дешевый. Но не отвратный. Realme заряжались целых 2 часа с нуля. Длина шнурка 79 сантиметров. Вес 26 граммов. На шее не ощущаются. Клон EP52 от Meizu. В отличие от Meizu, есть шумодав у микрофона, что хорошо. Есть функция быстрой зарядки. 15 минут от обычной зарядки дают 2 часа проигрывания музыки. Защита от влаги IPX4, что для спорта критически мало. 13 часов на 50% громкости, которые вам хватит, отыгрывают. Магниты в ушах. Как только соединяются эти магниты, наушники отключаются от источника. Как только вы их разъедините, автоматически подключаются к последнему сопряженному девайсу. Фиксаторы в ушах помогают. Сменных нет. Но если фиксаторы умрут, без них они тоже нормально выглядят. Bluetooth версии 5.0 через одну стену ловят легко. 11-ти миллиметровые динамические драйверы выводят на максималках очень громкий звук, но кашу. Motorola вес 19 граммов. Длина шнурка 80 сантиметров. Защита от влаги приличная IPX5. 8 часов автономности на одном заряде при 50% громкости они вывозят. Bluetooth версии 5.0 работает в принципе хорошо. Заряжаются за полтора часа. Оба девайса не имеют программы, оба шнурка имеют платформу с тремя кнопками для изменения громкости, перелистывания песен, выключения либо включения, вызова голосового помощника и постановки на паузу проигрывания. При том, что у Motorola, несмотря на наличие магнитов, пауза и отключения при примагничивании не происходят. А вот заглушка на microUSB у мотороловских ушей очень разумная штука. В итоге защита от влаги лучше. Звук. Оба low cost. Парилмия. Высокие на втором плане, баса лишнего много, деталей мало. Только для попсы. Motorola без лишних шумов, наверное худшее звучание из тех наушников, которые я обозревал в сегменте вкладышей. Для прослушивания книг пойдет, или чтобы поиграть, или фильм посмотреть. Низов можно сказать у Motorola нет вообще. Кодеки только AAC и SBC у Realme, при том Motorola кроме как по кодеку SBC у меня не играла больше ни по какому. Примеры задержки в играх сейчас вы можете увидеть. Любителю играть в PUBG будет комфортно и с тем и с другим шнурком. Заметного отставания в YouTube нет. Примеры работы микрофонов сейчас услышите. Здесь и так будет все ясно. Тест микрофонов беспроводных наушников Realme на шнурке, если на пальцах. Называются они Realme Buds Wireless. В помещении минимальное количество мебели, очень высокие потолки. И в этом помещении разговаривать не особо комфортно для тех же наушников, потому что шумодаву приходится справляться с эхом. Пример работы микрофонов наушников на шнурке от бренда OPPO. Мимо меня сейчас также проезжают машины. Слякать громко. И наверное если бы я не получал голос, шум бы был сильнее, чем этот голос. Поэтому когда ты на улице рядом с каким-то очень шумным объектом, приходится его перекрикивать. Насколько хорошо в это время ловит или не ловит микрофон и насколько хорошо он избавляется от постороннего шума, решать только вам. У меня сейчас еще одна машина проехала. Тест микрофона беспроводных наушников Verve Rep от Motorola, которая сейчас Lenovo в помещении. Помещение то же самое, что и для Realme. Соответственно вы можете примерно оценить, насколько микрофон один и второй отличаются. По мне работают примерно одинаково. Но опять же в таком помещении разговаривать довольно по разнице. Тест микрофона наушников на шнурке от Motorola. Verve Rep 105. Сейчас довольно средненький такой ветерок. Снега нет. Стою рядом с дорогой. И мимо меня сейчас где-то через секунд 5-7 будет проезжать огромный КамАЗ с грузом. Плюс мимо меня сейчас на большой скорости слякать проехала машина. Вот так примерно вас будет слышать собеседник, если вообще будет слышать. Потому что я не уверен, что с этим справился шумодав на улице рядом с дорогой. Слякать. Купить можете по ссылкам в описании, но лучше для начала прочитайте отзывы на данные товары. Их там достаточно. Резюмирую. Лучше посмотрите обзор на OnePlus Bullets Wireless 2. По ссылке в правом верхнем углу можете его посмотреть. Этот шнурок от OnePlus на голову выше, чем эти две модели. Хотя в целом и Realme и Motorola мне понравились. Только Motorola я порвал под конец тестов. А так там проводок совсем жиденький. Она и не выдержала. Из беспроводных вкладышей на шнурке обратите внимание на Fly DJ Cyber Fox. Понятно, что и то и другое дороже. Тоже по ссылке в правом верхнем углу есть на них обзор. Но Bullets Wireless Z стоит примерно как Realme. А лучше прямо значительно. И конечно в затычках в метро на максимальной громкости вы ничего кроме музыки слышать не будете. Пассивная шумоизоляция плюс громкость здесь глушит все. Главное амбушюры правильные по размеру подобрать. Добавляйтесь в мой телеграм канал с промокодами, скидками и купонами на Али по ссылке в прикрепленном комментарии. Скоро у нас будет глобальная распродажа 11.11. Пишите в комментариях какие еще наушники и шнурки протестировать. Или вообще какие девайсы вам интересны. Подписывайтесь на канал. Участвуйте в розыгрышах. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok